Онлайн-отчетная встреча Акима и Кибастуза с работниками ТО «Промашкомплект» началась с отчета первого заместителя начальника управления полиции Тулегена Худайбергенова. В целях реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» в 2021 году было запущено новое приложение 102. Этот цифровой проект направлен на обеспечение безопасности граждан и упрощение процедуры получения государственных услуг. На сегодняшний день мобильное приложение 102 работает в полном объеме. Сервис является частью проекта «Омникальность процесса приема сообщений граждан», задача которого сделать полицию ближе и доступнее для населения. С помощью разработанного приложения каждый житель региона может направлять информацию о совершенном правонарушении или преступлении и быть уверенным в том, что его сообщение не остается без реагирования. Так, с момента функционировалось приложение 102, поступило 38 текстовых обращений граждан, из которых по 26 фактам подтвердились административные правонарушения, 12 фактов списаны на милкотурное дело. В настоящее время при поддержке местных исполнительных органов ведется работа по установке трех модульных участковых пунктов полиции и одного стационарного поста. В рамках развития комплексного плана города в сфере правоохраны также ожидаются нововведения. В рамках реализации комплексного плана социально-экономического развития города Экибастуза до 2025 года прорабатывается вопрос приобретения служебного жилья, совмещенного с рабочими местами для сельских участковых инспекторов полиции, приобретения 11 единиц служебных автомашин для участковых инспекторов полиции, а также строительства центра оперативного управления. О мероприятиях в рамках комплексного плана развития Экибастуза, о социально-экономическом развитии и о комплексных действиях Акимата Павлодарской области рассказал в своем докладе глава города Ардак Контербаев. Одно из важных направлений деятельности местных исполнительных органов – это реализация дорожной карты предвыборной программы партии «Нарута. Путь перемен. Достойную жизнь каждому». Продолжение по всем направлениям четко обозначенные цели программы отражают тенденции и перспективы развития нашей страны в современных условиях. И, как отметил глава государства, программа предлагает эффективный комплекс конкретных мер, направленных на социальный прогресс страны и повышение благосостояния народа. Программой охвачены все сферы жизни. В ней сформулирована политическая и социально-экономическая повестка на предстоящие пятилетия. Особое внимание уделяется образованию, здравоохранению, социальному обеспечению, в поддержке семей, женщин, молодежи, людей старшего поколения. После отчета Акима сотрудники предприятия «Промашкомплект» получили возможность озвучить свои вопросы. Среди них самый, пожалуй, интересный, какой работой Аким намерен остаться в памяти кибастузцев. Вот такой прямо цели у меня не было, остаться в чьей-то памяти. Наверное, немножко не совсем вот такое было у меня видение, да, не совсем такое было видение. Наверное, вопрос немножко по-другому я отвечу, наверное, да, вот в конце сентября 2020 года, вот один год и пять месяцев от меня назначили Акимом города, первое, с чем мы занялись, это была большая аналитическая работа по выявлению плюсов и минусов, своего рода такой сводч-анализ ситуации в Акимастузе. Вот как мы сейчас разговаривали с промышленностью, с его экономикой, доходной части, какие у нас есть проблемы по жизнеобеспечению города, по благоустройству города, по безопасности города и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эта аналитическая работа позволила пойти к тому, что доходной части нашего города, то есть бюджета, это однозначно его не хватит. И мы, если не проведем, не проведем определенную системную работу, не распланируем деятельность свою, то вот эти вот точные, так сказать, метания из стороны в сторону в погоню, там потушить, так скажем, пожар везде, он где полыхает, он ни к чему, ни к хорошему результату никогда не приведет. И вот в итоге родился комплексный план развития города Акимастуза, где есть 114 мероприятий, которые решают основные моменты, начиная от создания института гуляхими, дефицификации экономики, строительства новых предприятий, увеличения доходной части, а потом уже, естественно, и благоустройство города, это инженерная инфраструктура, это строительство, строительство социальных объектов, жилых домов и так далее, и так далее. И вот, наверное, в целом, я не думаю, что запомнится, моя задача максимально вот этот программный документ был разработать. В моей радости и к вашему, я думаю, удовольствию, программный документ состоялся, он утвержден президентом. Прозвучали вопросы строительства жилья по контролю качества проводимых ремонтных работ на дорогах города и налаживания работы общественного транспорта. Насколько возможно, работа идет по улучшению. Это, пользуясь случаем, хочу сказать, вам необходимо тоже внести свою лепту, аккуратно пользуясь автобусом раз. Чем быстрее мы перейдем в городе безналичной форму оплаты проезда, тем прозрачнее мы сможем видеть финансовые потоки, тем адекватнее будет вопрос по субсидированию, возмещению и так далее, и так далее. И тогда у нас работа перевозчиков будет налажена. На все озвученные вопросы главой города на месте были даны разъяснения. Это была заключительная встреча Акима с работниками предприятий. Итоговая же отчетная встреча главы города перед населением Акимасусского региона состоится 3 марта в 11 часов в городском центре культуры УНР.